День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Warframe. Warframe сейчас находится в закрытой бете, и можно себе купить ключ, или, может быть, повезет, нужно смотреть по интернету, где раздаются ключи, и обычно объявление о раздаче появляется на главной страничке Warframe. Так что, если вы не можете себе позволить, заходите туда, смотрите, иногда будут раздавать. Вот я, например, другу посоветовал, он зашел, увидел, оно было коротенькое, зарегистрировался, получил сразу же ключ. Но мне ключ дал очень-очень хороший человек под названием, да, это под названием, с ником JDJesterJD. И те, кому интересно, как же мне прислать ключ, или дать игрушку, или посоветовать, чтобы я сделал обзор. Все очень просто. Я вам напишу, как был наш процесс, как был. Он мне написал в личку на YouTube, хочу ли я сделать обзор по этой игре, он мне даст ключ. Я посмотрел на игру, сказал, да, я сделаю, он мне прислал ключ, я сказал спасибо. Все, через 2-3 дня я сделал обзор. Вот так все просто. Если игрушка на Steam, все то же самое. Но, знаете, я... Я не буду делать игрушки на нелегально добытые, скажем так, игрушки. Поэтому, пожалуйста, просто думайте перед тем, как вы посылаете. Но давайте вернемся, вернемся к игре. Итак, Warframe. Знаете, игра мне нравится. Или, по крайней мере, то, что пока что с ней сделали. Потому что, так как это все в закрытой бете, оно все еще в процессе, в процессе баланса. И в игре есть баги. А то есть не ожидайте того, что это просто такая пробненькая копия. И вы просто заплатите и будете уже играть. Нет, в ней есть баги. Есть проблемы, когда соединяешься в чужую игру. Есть рассоединение. Есть падение игры. Есть проблема в том, что невозможно, например, найти друга. Его показывают, как не в игре, оффлайн. Все, 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 что вы можете себе представить, все оно есть. Но, в основном, игра работает нормально. И я понимаю, что я вам сейчас показываю вот этот первый экран. Но, перед тем, как я отправлюсь в игру, мы сейчас пройдемся по инвентарю, по магазину. Я поговорю немножко о модели, в которой будет игра работать, когда она выйдет официально. И мы тогда посмотрим уже потом на миссию. Если вам не терпится, пожалуйста, припрыгивайте. То есть, ну, пропустите информацию. Итак, давайте просто проедемся. У нас идет поверху вот все, на что мы можем щелкать. Внизу у нас планета, на которой мы можем щелкнуть и отправиться на миссию. В каждой планете есть система, как вы видите, миссий, которые ведут к следующей планете. Также эта система миссий, например, может привести к планете, которая, может быть, станет вам доступна. То есть, мне, например, теперь доступен Плута. Но, БАМ, это миссии 35-50 уровня. То есть, это эндгейм. Или, по крайней мере, эндгейм, который сейчас предоставляет игра. И мне туда лучше даже не соваться. Итак, наверху у меня мой уровень. А то есть, уровень в общем моего игрока. Это не уровень одежды, не уровень... То есть, он не показывает мою мощность. Он просто показывает то, сколько я наиграл. И он мне позволяет открывать дополнительные вещи в магазине. Потому что некоторые вещи закрыты тем, что нужно их купить. А некоторые вещи просто недоступны, потому что их можно будет получить только с высоким уровнем. Давайте отправимся в арсенал. Что у меня здесь есть? Арсенал, это моя экипировка. И здесь у меня все мое стандартное экипированное. Вам в самом-самом начале игры дадут выбор ворфреймов. А то есть, вам дадут три ворфрейма. Я вам советую очень-очень хорошо ознакомиться перед тем, как вы выберете. Потому что этот ворфрейм вам, если вы не собираетесь тратить настоящие деньги, вам будет надолго. То есть, как видите, мой уже девятого уровня. Я его очень-очень странно разрисовал. Но я его разрисовал так, чтобы он казался мне более цветным в подсветке уровней. Потому что обычно уровни подсвечены синим, красноватым цветом. И расцветка ворфрейма меняется. И это совсем по-другому выглядит. Но если мы щелкнем сюда, то мы увидим, что у нас не все цвета доступны. Это, конечно же, фри-то-плей модель. Расцветку открыть недорого. То есть, мне дают с самого начала, ну и каждому дают с самого начала 50 платины. Конечно же, это тролльная сумма платины, которую абсолютно не хватает на что-нибудь хорошее. Можно купить себе какую-то мелочь. Но по-настоящему хорошие вещи не хватает. А то есть, например, чтобы открыть себе расцветку, мы можем потратить 75 платины. У нас всего лишь 50. Чтобы ориентироваться, за 10 долларов вы получаете 170 платины. А то есть, по-моему, это дороговато. Дороговато, особенно с тем, что у нас с крафтингом, сколько стоят вещи. Мы сейчас на это посмотрим. Но давайте вернемся. А то есть, у моего ворфрейма еще есть настройки. Эти настройки это дерево прогрессии моего ворфрейма. И чем выше уровень, тем больше я могу в него вкладывать. Тем больше я, например, могу вставлять модов. У меня сейчас стоит мод на дополнительный армор на 10%. Я могу бы поставить мод, например, на еще больше армора. Или на то, что он мне показывает на радаре, где можно залутить хорошие вещи на уровне. И да, на уровне можно открывать разные вещи, ломать коробки, доставать оттуда или деньги, или материалы для крафтинга. Это, по идее, полезная вещь. Потому что, например, в миссии, когда бежишь, можно пропустить. Особенно, если торопишься и на время. Но, здесь стоит обратить внимание на вот этот вот маленький слот апгрейда. Видите, как резко вырастает дерево. Этот апгрейд вы можете купить только за деньги. По идее, вот именно этот апгрейд, я на него оставляю свою платину. Потому что такой апгрейд, он стоит всего лишь 20 платины. И вы, купив, например, или сделав себе ворфрейм, который вам нравится, вы можете купить вот эту штуку. Может быть, она где-то дропает на уровне, но в магазине она только за деньги. А то есть, чтобы по-настоящему усилить ваш ворфрейм, или, например, специализироваться, вам придется потратить денежку. Ну, или, по крайней мере, платину, которую вам дали в самом начале. И, по идее, то же самое у нас с нашим оружием. А то есть, мой автомат Калашникова. Вот он. И, опять же, у нас намного больше дерева. У нас идет потом пистолет. А то есть, у нас постоянно с собой длинная винтовка. А то есть, это или дробовик, или снайперка, или автомат. Это у нас большое оружие. Потом пистолет. Это может быть двойным пистолетом. А то есть, в двух руках пистолет. И я, по крайней мере, сейчас пытаюсь это закрафтить. Что очень сложно оказалось. Ну, у меня лато и скана. Меч. По идее, это важная-важная вещь. Потому что, это, знаете, это не как ножик в Call of Duty, где я рубанул и побежал дальше. Нет. Здесь есть специальное передвижение. И меч очень-очень мощная вещь. Потому что у него есть заряжающийся удар. Который рубит практически всех врагов с одного удара. То есть, если особо мощные враги, которые не падают с первого удара. Но, если правильно вовремя зарядить. А то есть, здесь нужен скилл и знание тайминга. То вы можете рубануть, разрубить врага просто напополам. Давайте поедем дальше. Контакты. Это контакты. Это ваши друзья. Магазин. В магазине мы сейчас посмотрим, что у нас продается. Бандлы мы не будем заходить. Warframes. Warframes. Это наши боевые костюмы. От них зависит, как мы себя ведем в игре. То есть, что мы можем. Какие у нас специальные возможности. Как далеко мы бегаем. Сколько у нас доступно жизни. Сколько у нас доступно щита. Сколько у нас энергии, чтобы сделать какой-то специальный мув. И, например, сейчас самое мощное. Это Rhino. И, как видите, каждый Warframe можно сделать. То есть, его можно купить за деньги. Но здесь есть Blueprint. Blueprint это у нас схема. По которой мы можем сделать этот Warframe. Мы можем его купить за 35 тысяч. И потом сделать. Но сейчас мы пойдем... Потом после магазина мы посмотрим, как, что делается. Сколько это длится. Давайте пойдем дальше. Оружие. У нас здесь разное при разное. Здесь у нас есть стандартное оружие. Я не знаю, зачем. Может быть, можно будет делать себе двойное стандартное оружие. Но, по крайней мере, в Blueprint их нет. Я себе купил мой первый Blueprint. А Furious. Я думал, что можно будет легко себе сделать два пистолета в руки. Притом, у них очень быстрая стрельба. То есть, сблизи я, по идее, могу не покупать себе дробовика. Если они быстро выстреливают кучу-кучу патронов. Но здесь давайте посмотрим. Здесь еще разные автоматы. Даже сейчас оружие добавляется. То есть, по-моему, Burstown не было. То есть, я, по-моему, два или три дня назад начал играть. Его не было. Его добавили. Он потихоньку добавляется. А также Blueprint вы можете найти на уровнях. Например, я нашел специальный меч. Я вам сейчас его покажу. Которого здесь в магазине нет. Я его могу закрафтить. Дальше. У нас экипировка. Экипировка это мелкие-мелкие вещи, которые можно взять с собой. А то есть, как вы видите, здесь полная раскраска есть. За 75 стрололололо. Вот эти вот реакторы. Реакторы-каталист. Это для... По-моему, это у нас для... Чего? Давайте посмотрим. Ну? Нажимайся. А, это для... Для Warframe. А это для оружия. А то есть, в 2020 я себе оставляю эту платину, чтобы... Вот именно туда. Когда я сделаю себе именно то оружие, которое я хочу развивать. Именно тот Warframe, с которым хочу играть. Следующая вещь — это такая мелочь. То есть, например, мы можем за 100 внутриигровой валюты себе купить реставратор щитов, лечение, восстановление амуниции. Но помните о том, что вы за миссию получаете где-то тысячу, по крайней мере, на том уровне, на котором я играю. Стандартно вы за миссию получаете 500-600. И если вы покупаете себе экипировки на 500, то, считайте, вы после миссии выходите одно на другое. И, может быть, стоит попытаться пройти миссию без экипировки. Дальше, давайте посмотрим. Ну, купить платину, да? Ну, то есть, ориентировочно — это 10 долларов 170 платины. Чем больше вы тратите, тем больше вы получаете бонусной платины. Это вы можете посмотреть всё на страничке. Ну, вот у нас Foundry — это то, где мы можем закрафтить оружие. И здесь для меня это было небольшим сюрпризом. Потому что, первое, когда мы покупаем наши блюпринты, мы не видим, как их нужно сделать. И, знаете, я думал, что два пистолета в руки, я смогу потратить мои материалы. Вот они у меня здесь справа. И сделать эти двойные пистолеты. Ага, сейчас. Оказывается, чтобы сделать двойные пистолеты, мне нужно два пистолета. Как ни странно. И вот эта вот клетка, ну, вот этот вот специальный материал. Где его искать, я не знаю. То есть, я могу более или менее ориентироваться по зонам. В зонах написано, какие материалы там дропают. Но когда он мне дропнет, дропнет ли он мне вообще, где мне его достать, я точно не знаю. И получается, что я купил себе за 15 тысяч, это можете посчитать в уме, сколько я миссий набегал. За 15 тысяч вот этот блюпринт. Чтобы его сделать, мне нужно потратить еще 20 тысяч. Мне нужно будет ждать 12 часов, пока он приготовится. И получается, мне нужно сейчас еще по 15 тысяч потратить на пистолеты. И вот где они нас ловят. А то есть, да, конечно же, мы можем ждать. Мы можем фармить, мы можем грандить, мы можем искать материалы, мы можем пытаться это сделать самому. Но если нам очень-очень хочется сделать что-то, то нам придется потратить деньги. Это тогда у нас точно уверенность. Конечно же, вот эта вот клетка будет неуверенна, где она дропнет, потому что ее невозможно купить. Но все остальное неизвестно. Но вот, например, давайте посмотрим на то, что я могу себе сделать. Я могу себе сейчас керамический длинный меч сделать, мощный. Первое. Плохо. Я не знаю, какие у него статы. То есть, стоит ли мне его делать? Стоит ли мне на него тратить мои ингредиенты? Как я его могу сравнить? Никак. Я могу зайти, например, в арсенал посмотреть. Давайте посмотрим. Вот. Здесь есть сравнение. Так, давайте. Выбрать для сравнения. Но, но. Мы можем выбрать для сравнения только то, что у нас в магазине. А то есть, тот керамический длинный меч, который я себе могу закрафтить? Да. Я не могу его никак сравнить. Так что, это опять же минус. А то есть, непонятно с тем, как делаются вещи на блюпринтах. Первое. Второе. Как сравнить их с тем, что есть. Например, хорошо. Этот двойной пистолет я могу купить в магазине сразу же. И там я могу сравнить свои пистолеты с этим. Но меч абсолютно никак не сравнить. И если им хочется сделать по-настоящему честную систему free-to-play. То есть, я не против того, что они делают это все очень дорогим в внутриигровой валюте. Или нас заставляют там 12 часов ждать, чтобы закрафтить какую-то вещь. Потому что там можно, знаете, там, можно щелкнуть. Давай закрафтим мне ее сразу же, я тебе дам 20 платины. Да? Оно есть такое, да. Это хорошо, это хорошо. Но, чтобы было все честно, они должны очень точно описать мне, что это за вещь. Как ее сделать на блюпринте до того, как я купил блюпринт. И сравнить ее с моим существующим оружием. А то есть, стоит ли мне тратить время, деньги и нервы на то, что я делаю. Итак, все. Давайте тогда уже отправимся в игру. Потому что я уже вам показал все, рассказал все, что вне игры есть. Давайте пойдем поиграем. Так. И я пойду в один из более легких уровней. А то есть, мы пойдем на Меркурий. Это первая система, с которой мы начинаем. Вы, как видите, мы видим здесь, сколько людей играет в отдельные миссии. Я выберу Solo. И это очень приятно, знаете. То есть, мы можем сразу же зайти в онлайн. Обычно, когда вы играете с другими людьми, миссия чуть-чуть тяжелее. Но вы получаете больше денег. Больше модов вываливается из врагов. Стоит идти играть с другими людьми. Притом, еще одна вещь, о которой я поговорю, о ревайвах. А то есть, когда вы играете с другими людьми, они могут вас оживить вовремя. Очень важно слово, вовремя. Если вы играете в одиночку, как я сейчас буду, у вас оживлений всего лишь 4. И вам придется их тратить. Итак, давайте пойдем, например, на... Давайте посмотрим, что у нас тут за миссии. И так... Да, давайте, хорошо. Давайте сюда пойдем. И посмотрим, как это выглядит, как это играется. И скажу вам честно, уже перед тем, как оно загрузится, играется оно шикарно. То, что они сделали с самой игрой. То есть, как оно смотрится в общем анимации, анимации бусечка. То ощущение стрельбы и боя мечом тоже классное. Хотя, знаете, в самом начале, когда получаешь оружие нераскачанное, самое первое, оно, конечно же, кажется, как будто, не знаю, камешками стреляешься, бросаешься в врагов. Да, это слабовато. Но зато вот это вот ощущение, когда вкладываешь все больше и больше экспириенса в оружие, и развиваешь его, и замечаешь, как оно мощнее становится. Это, да, это ощущение неповторимое. Это класс. Это и вправду они хорошо сделали. Ну, у нас всегда вот это интро. Я не знаю, оно мне уже надоело. Но хорошо, спасибо, что оно есть. У нас есть также сюжет. А то есть мы боец, мы особый боец, который был хриогенно сохранен. И теперь нас... Ой-ой-ой-ой, у нас уже первый человек есть, который будет ходить. Мы сейчас его застелсим. Так, куда он повернется? Отлично, давайте сюда пробежимся. Ему за спину. Так, хорошо. Вот эта вот девушка, которая там нам что-то говорит, это она у нас объясняет. Ах, вкусняшка. Отлично. Итак, что нам нужно здесь? Здесь нам нужно к терминалу подойти. А, все понятно. Нужно подойти к терминалу, его взломать. Да, взламывание происходит в мини-игре, которая очень-очень хорошо сделана. То есть, знаете, они могли бы это сделать скучным, но оно, так как оно на короткое время, и достаточно простое. Оно все-таки цепляет, и оно не доедает никогда. Особенно, когда приходится все это сделать под огнем. Так, товарищи, они меня заметили, все понятно. Как-то я его пропустил. Он сюда загулял, или, может быть, он зашел, когда заметил, что взламывают. Так, компьютер. Хорошо. И так как мы сейчас несем с собой информацию, нам ее нужно загрузить в чужой компьютер, то... Так, мы можем пользоваться только пистолетом. На пистолете у меня стоит электрический мод, а то есть пистолет достаточно мощный, особенно если им делать хедшоты. Но, как видите, у меня сейчас куча-куча врагов, которые меня ждут. И хотя это, по идее, простая миссия, то есть она для уровня 1 до 4, а у меня уровень где-то уже 8, средний, скажем так. Это все равно, это опасно. Так, давайте я сейчас его... Ня-ня-ня! Да, и как видите, когда я заряжаю свой удар мечом, я могу, конечно же, быстрые удары мечом вот такие делать, но они наносят немного урона. Если я хочу сделать one hit, мне нужно зарядить оружие. Это заряжение оружия происходит за несколько моментов, то есть у меня сейчас с апгрейдами, оно происходит за одну секунду, но это все равно очень-очень долго. И ваш враг, к которому вы, может быть, подошли слишком близко, может это предотвратить, а то есть он вас может пнуть, что очень-очень сильно сбивает щиты, а то есть если подбираешься быстро, близко к врагам, они очень быстро сбивают щиты. И это, считайте, риск. И... Оп! Удачи! Ну, не прячься, не прячься за лутиком. Так, давайте залутим. Здесь, ага, здесь дополнительная жизнь у нас валяется. Иногда здесь материалы, иногда здесь деньги валяются, а также я сейчас... О, господи, какой у него пистолетик! Только... Это интересное. Это, скорее всего, дробовик у него был. Но давайте посмотрим, что у нас здесь такое творится. Так, игра. Что ты от меня хочешь? Ага. 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 Все понятно. И вот, например, один из тех багов, о которых мы... Или я говорил. Это первый баг. Например, вот то, что он здесь делает, а то есть он мне дает много багов с информацией, это, по идее, лейаут для миссии, в которой вчетвером или втроем бегаешь, или вдвоем. А то есть там каждый получает баг с информацией, для каждого есть компьютер, в который нужно эту информацию вставить. Сингл-миссия обычно нам дают всего лишь один баг, что, по идее, логично, и нам это нужно сделать только один раз. Здесь игра заглючила, пожалуйста. Иногда игра глючит таким образом, что, например, кто-то... кого-то или выбрасывает из игры, или кто-то выходит из игры. Но обычно это... Никто не выходит из игры, потому что миссия длится, ну, 10-15 минут, и если все играют нормально группой, то всем хочется как можно быстрее закончить миссию, получить реворды, получить деньги, а то есть довести это до конца начатое. Обычно это кого-то выбрасывает из игры, и тогда бывает так, что двери закрываются, о, у нас пистолет получил левел-ап, приятно, в него можно будет следующий поинт вложить, и дверь закрывается, и просто не открывается, и все, и все стоят, смотрят на эту бедную дверь, и не знают, что им делать. Это очень неприятная ситуация, в которой просто приходится заканчивать миссию, при том, это может быть под самый-самый конец миссии, и считайте, вы потратили 20 минут, и просто тимплей, и может быть, это на сложном уровне, но с другой стороны, конечно же, конечно же, это бета, это закрытая бета, к тому же, а то есть, они все еще работают над багами, и я надеюсь, что они это уберут. Итак, давайте тогда пойдем дальше, и вот сейчас у меня проблема, то есть, я не знаю, куда мне идти, у меня на миникарте показаны восклицательные знаки, но это восклицательные знаки не для компьютера, хотя, может быть, он вон там, это, скорее всего, восклицательные знаки для дополнительных багов с информацией. Так, лутик, и давайте вот этого накажем, ать, нет, так, он убегает, он шустрый, и, о, он не успел, он замахнулся предотвратить наш удар, так, оп, хорошо, и еще один, оп, и, давайте, мне хочется, чтобы они мне предотвратили этот удар, просто показать вам, как это случается, но они все трусы, они убегают, они боятся моего высокого уровня, и, и, и просто я, ну, очень-очень сильно умею, ать, на-на-на, оно классно смотрится, я еще никогда никого не убивал этим ударом, что я вам могу показать, так это очень-очень классное движение, то есть, мы начинаем разбегаться, нажимаем на контрол, и, вии, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и чувствуем себя нео, из этого положения у нас есть специальный удар мечом, а то есть, вокруг себя, у нас есть, эм, специальный прыжок, а то есть, далеко вперед, чтобы перепрыгнуть, чтобы увернуться от удара, а то есть, этим стоит пользоваться, особенно в бою, когда у нас много врагов, чтобы уворачиваться, давайте, еще раз повторю, уах, класс, и, вот с этим товарищем, так как у него очень мало здоровья, я сейчас покажу вам специальный удар моего ворфрейма, то есть, я нажимаю на один, и мой товарищ, то есть, ворфрейм под названием Excalibur, он делает прыжок вперед, на котором он режет все на своем пути, а то есть, если бы у меня здесь было эм, 20 врагов, он бы всех порвал, всех бы порезал, и стоит просто на это смотреть, и так как это лифт, я просто предположу, что это то, куда мне нужно идти, миссия, миссия, что ты меня так подводишь, но, с другой стороны, всегда приятно показать баг, потому что это, так, потому что, когда описываешь это, люди обычно не верят, и так, что здесь мне нужно сделать, ага, это он мне показывает обратно в лифт, потому что я там не все банки с энергии сделал, здесь у меня закрыто, кто-то мне закрыл двери, давайте пойдем посмотрим, обычно, когда вот это случается, где-то на уровне можно открыть обратно двери, это или первое у нас, так, давайте посмотрим, так, да, find an access panel, а то есть, нам нужно специальную панель найти, взломать эту дверь, это случается, например, когда мы долго-долго не побеждаем врагов, или когда у нас, господи, боже мой, куда я спускаюсь, это просто, ага, мне туда нельзя было идти, но, с другой стороны, где, где панель, так, тут наверх можно подняться, или нет, или да, ну, ну, хорошо, отлично, я, я показал вам баги, о, получил, немножко, так, крафтинг материалов, полимеры, но, с другой стороны, я не могу никак открыть эту дверь, то есть, мне нужно, скорее всего, подняться обратно наверх, найти, так, если там, да, 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 вот оно наверху, вот оно прямо рядом, у нас есть терминал, чтобы открыть, так, давайте взломаем, здесь нужно просто поставить так палочки, чтобы они все соединились, так, а, шесть, четыре, три, есть, очень, очень весело, когда, например, секунду останавливается, чувствуешь себя настоящим хакером, да, потому что хакеры вот всегда в такой ситуации, когда у них тикает время, при том время показано, которое тикает, и им нужно что-то очень быстро-быстро сделать, так, это еще один терминал, так, нет, это опять же терминал с информацией, который мне не нужен, и теперь, да, теперь случилось неприятное, а то есть, мне уже не показывают больше, так, консоль, к которой мне нужно подбежать, чтобы поставить эту информацию, сейчас посмотрим, посмотрим, может быть мы найдем, может быть нет, так, я, я попытаюсь, но, 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 это, скажем так, это, это вам показывает, что может случиться, и стоит ли вам покупать ключ для этой игры, и я скажу вам, что сейчас, вот, с тем, что нам предлагают, ключ не стоит покупать, а то есть, это 20 долларов за один ключ, вам дадут еще валюты, за 20 долларов, а то есть, вы считаете, просто, тратите деньги на валюту, на которую вы, может быть, потратили бы эти деньги, так или иначе, и вам, получается, дарят ключ, но, 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 стоит всегда посмотреть, будете ли вы этим заниматься, так, давайте, откроем дверь, и пойдем посмотрим, то есть, иногда, когда такой баг случается, можно найти место, куда нужно было поставить, вот они, ох, их много, отлично, получается, товарищи все, я промахнулся, Акелло промахнулся, а теперь, отлично, Акелло убил двоих, одним ударом, я думаю, что стая довольна, и мы можем идти дальше, сейчас, по-моему, мне показали, что у меня иногда маленькое мини-задание появляется, то есть, там, убей врагов каким-то таким специальным способом, или как-то так, или как-то так, а то есть, это стоит делать, за этим стоит следить, и давайте, например, откроем еще одну баночку, и вот, например, это, нет, нет, не то место, нет, не то место, давайте тогда просто пробежимся вперед, посмотрим, что у нас здесь, потому что там, дальше уже бежать бессмысленно, там тупик, это я точно знаю, и так, товарищ, ты хочешь умереть, да? У меня же тайминг намного лучше, чем у тебя, ай-яй-яй, пришел, умер, и, как говорится, не ушел, а ушли, ноги ушли, и туловище ушло, и вот эта вот, рубиловка и стрельба, очень-очень, доставляет удовольствие, потому что, когда попадаешь хорошо в врага, или когда, например, критический удар, то это всегда приятно, так, это уже выход из уровня, но мне уже можно выходить, мне нужно было просто информацию забрать, о, господи, все, все четыре, нет, нет, по-моему, вы, товарищи, очень сильно ошибаетесь, а то есть, значит, мне нужно просто к экстракции вынести все, все четыре, но это, эта игра ошибается, нет, нет, игра, это ты зря, так, ну, хотя был недавно апдейт, может быть то, что, тогда миссия была простой для одного человека, это было, это был баг, и сейчас они отремонтировали, но давайте тогда возьмем, так, винтовку, и побежим дальше, но я этого не буду делать, в общем, вы увидели игру, я сейчас эту игру, так, abort the mission, потому что мне кажется, что это баг, баг жестокий баг, который надо мной издевается, и, например, я получу, так, я получу экспириенс, который я себе настрелял, а то есть, я, например, могу вложить еще один уровень в пистолет, или не получу, то есть они, а, нет, нет, все, хорошо, я получил экспириенс, например, вещи, которые я собрал, деньги, дополнительные, ничего этого я не получаю, я вложу еще один поинт в урон, yes, окей, еще, помните о том, что если вы вкладываете мод в оружие, то вы тратите 500 денежек, то есть это дорогое удовольствие, о котором стоит всегда подумать, итак, это Warframe, оно в закрытой бете, ссылочку на то, где вы можете купить себе ключик, если вам это очень-очень понравилось, то я вам дам, но, в общем, игра все еще не готова для общего употребления, это игра с очень хорошим, скажем так, с очень хорошей базой, из которой разработчики могут сделать что-то классное, потому что это игра, в которую могут играть друзья, то есть это кооперативная игра, всегда против компьютера, то есть это всегда можно сесть, поиграть просто или одному, или в группе, или присоединиться к рандомной группе, если они уберут все мелкие баги, все рассоединения, то тогда игра станет в 100 раз лучше, вы сможете спокойно играть, если они сделают покупку материалов, и крафтинг вещей, более честным, и более прозрачным, тогда эта игра, и вправду, очень-очень далеко пойдет, если все останется таким, какое оно сейчас, да, эта игра падет через пару месяцев, потому что просто сесть и начать инвестировать свое время в продукт, который издевается над тобой, когда ты потратил время и нервы на 15 тысяч, то это, да, это не оптимально, и я надеюсь, что они все-все это уберут, и когда эта игра выйдет, то мы сможем получить огромное удовольствие в кооперативной игре, и я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.